Холодная война между двумя соседствующими зданиями на улице Ленина с приходом нового главы города осталась в прошлом. Пробуксовки с принятием необходимых законов и левитирования документов больше не парализуют город. Курс на совместную работу исполнительной и законодательной ветвей власти был задан Дмитрием Овсяниковым с первого дня назначения на пост в Рио губернатора. Теперь это проявляется во всем – от проведения совместных заседаний до определения вектора развития региона. Руководители структурных подразделений правительства работают в тандеме с депутатским корпусом. Действительно, очень серьезные положительные изменения в налаживании контактов между ветвями власти в городе Севастополь. Это результат деятельности, прежде всего, губернатора города Севастополя Овсяникова Дмитрия Владимировича, поскольку буквально с первых дней, как он приступил к исполнению обязанностей, он сразу же для себя определил и для севастопольцев эту позицию. Это совместная, очень конструктивная, плодотворная деятельность по реализации тех задач, которые стоят перед Севастополем. В этом смысле, мне кажется, это очень хороший пример того, как может сотрудничать законодательная и исполнительная власть. За сто дней руководством города Дмитрием Овсяниковым налажено конструктивное взаимодействие не только между ветвями власти, а и с руководителями крупных промышленных предприятий и местными лидерами общественных организаций. Изменения бизнес-климата директора заводов связывают именно с врио-губернатора. По их мнению, создаются простые, понятные правила для хозяйствующих субъектов, что позволяет строить оптимистичные планы развития производств. Сегодня есть положительная тенденция в том, что мы получили, наконец, план земельных границ, департамент земельных отношений и сможем оформить землю для дальнейшего развития инвестиционной программы по развитию производства, модернизации наших производственных зданий. По темпам роста промышленности Севастополь лидирует среди субъектов Южного федерального округа. Задача новой власти – не только сохранить позиции, но и создать условия развития сектора и реальной экономики. Так как губернатор сейчас с Министерства промышленной торговли был заместителем министра, то, конечно, на него возлагаются большие надежды. То, что он был промышленник, знает вопросы касательно промышленности, не только какие-то военные, например, вопросы, а именно работал с производством. То есть надежда на то, что будет развитие производственного потенциала Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова